Да так удостоишься незазорно приступить к совершению жертвоприношения и к спасительному принятию таинства тела моего, ибо нет приношения достойнейшего, нет удовлетворения для очищения грехов лучшего, как вместе с приношением тела Христова в божественной службе и при причастии принесть Богу самого себя чисто и всецело. Если человек сделает все, что в его силах и совершенно в грехах своих раскается, то каждый раз, когда он приступит ко мне, прося прощения и милости, «Живу я», — говорит Адонаи Господь, — «не хочу смерти грешника, но чтобы обратился нечестивый от пути своего и жив был, не помяну грехов его, но все отпустится ему». Глава восьмая. О приношении Христа на кресте и о нашей преданности. Глаз возлюбленного. «Подобно как я, распростерший руки на кресте наг, волею за грехи твои принес в себя всего так, что ничего у меня не оставалось, чтобы не перешло в сию жертву, подобно сему, должен и ты ежедневно на божественной службе со всеми твоими силами и желанием от всего сердца твоего приносить мне себя самого в жертву чистую и святую». «Чего я от тебя более хочу, как только чтобы ты старался предавать мне самого себя во всей целости?» «Все, что ты приносишь, кроме себя, для меня есть ничто, ибо я не ищу даров твоих, а ищу тебя самого. Ты без меня ничем удовольствован быть не можешь, подобно сему и мне ничто не может быть угодно, когда ты самого себя не приносишь. Принеси мне себя самого, придай Богу всего себя, и приношение твое будет приятно. «Вот я всего себя за тебя принес Отцу, дал тебе даже и тело, и кровь мою в пищу, чтобы быть совершенно твоим, а ты чтоб был моим. Но ты, если в самом себе останешься и не придашь себя в мою волю, тогда приношение будет неполное и соединение между нами несовершенное. Если ты хочешь достигнуть свободы и благодати, то во всех делах твоих прежде начатия их, придавай всего себя всею твоей волею в руки Божии. Ибо для того-то столь мало есть людей свыше просвещенных и внутренне свободных, что редкие умеют себя самих совершенно отвергаться. Не преложно мое определение, если кто не отречется всего своего имения, не может быть моим учеником. Итак, если хочешь ты быть моим учеником, принеси мне себя самого со всеми твоими желаниями». Глава 9 о том, что нам должно все свое и себя самих приносить Богу и молиться за всех. Глава 9 о том, что я хочу принести тебе меня самого в благоприятную жертву и прибыть всегда твоим. «Господи, в простоте сердца мое предаю тебе сегодня самого себя, да буду твоим всегдашним слугою, твоим орудием и жертвой хвалы непристающей. Прими меня всем святым приношением в дрожайшего тела твоего, которое днесь в присутствии ангелов невидимо предстоящих тебе приношу, да будет во спасение мне и всему твоему народу. «Господи, на жертвенники твоего милостивления приношу и полагаю все грехи и преступления, кои садел я перед тобою и ангелами твоими, от первого возраста, когда грешить начал, даже до этого часа. Да возьмешь все вместе, истребишь огнем, попалишь твоей любви, да изгладишь все греховные мои пятна, да очистишь совесть мою от всех беззаконий, да возвратишь мне благодать твою, утраченную моими грехами, и отпустив мне все, да милосердно даруешь мне лапзание мира. Что могу я воздать за грехи мои, как только смиренно их исповедов, оплакивать, и непрестанно просить твоего умилостивления? Молю тебя, услышь меня, когда я молюсь к тебе, Боже. Боже, все грехи мои мне весьма омерзительны, я не хочу никогда более содеевать их, болезную, и буду болезновать о них, доколе живу. Готов принести покаяние, и сколь возможно за них удовлетворить. Отпусти мне, Боже, отпусти мне мои согрешения для имени Твоего Святого. Спаси душу мою искупленную, драгоценную Твоей кровью. Все, вверяю себя Твоему милосердию, предаю себя в руки Твои. Твори со мною по благости Твоей, а не по злобе моей и окаянству. Приношу та же Тебе и все, что имею я доброго, хотя имею и мало, и несовершенно. Но приношу, да исправишь и осветишь. Да будет Тебе приятно это малое приношение, и меня, бесполезная и ленивая тварь, привлекая всегда к лучшему, да приведешь к блаженному и хвальному концу. Приношу та же Тебе все благочестивые желания людей богобоязненных, нужды родителей, друзей, братьев, сестер и всех мне любезных, та же и тех, которые мне или другим по любви к Тебе благотворили, которые припоручили себя и друзей своих молитвам моим, в жизни ли они еще обретаются или уже перешли от этого века. Да все они ощутят силу благодати Твоей, помощь Твоих утешений, покров Твой в напастях и освобождение от скорбей, и исторгнутые из всех зол, да воздадут они Тебе в веселье и благодарении, и славу. Приношу Тебе молитвы и жертву умилостивления, в особенности за тех, которые меня в чем-либо вредили, меня оскорбили, опорочили или какой-либо урон или тяготу причинили. Так же молю и из-за всех тех, которых я когда-либо оскорбил, смутил, отяготил и соблазнил словами, делами, ведением или неведением. Да всем нам равно простишь грехи наши и взаимные оскорбления. Истреби, Господи, из сердец наших всякое подозрение, негодование, гнев, ссоры и все, что может охладить и умолить любовь и братское дружество. Умилосердись! Умилосердись, Господи, над просящими Твоего милосердия, даруй благодать неимущим, и соделай нас достойными ею наслаждаться и преуспевать к жизни вечной. Аминь. Глава десятая о том, что не должно отлагать безважных причин святого приобщения. Глаз возлюбленного. Часто должно прибегать к источнику благодати и божественного милосердия, к источнику благости и всякого благочестия, дабы получить исцеление от страстей и пороков и укрепиться силой и бодростью против всех искушений и прелестей врага. Враг этот, зная, сколь великая сила, какая помощь и польза кроется во святом приобщении, старается всеми мерами и случаями отводить от онова верных и благоговейных. С некоторыми случается, что в то самое время, как они располагаются ко святому приобщению, нападает на них сильнейшее от дьявола наущение. Сам дух непотребства, как писано в Иове, приходит между сынов Божиих, дабы смутить их обычным своим непотребством, вселить в них чрезмерный страх и сомнение, уменьшить их приверженность, потрясти веру недоумением и принудить их или совсем оставить приобщение, или приступить к нему холодными. Но не должно внимать этим злоухищрениям его и призракам, сколько бы они ни были гнусны и ужасны, напротив, должно обращать их на его голову. Должно презирать его и осмеивать, а не отлагать для его наваждений смущений святого приобщения. Часто самое излишнее желание иметь боли благоговения и некоторая заботливая мнительность о чистоте и исповеди удерживают от приобщения. Но ты внемли совету мудрых и отложи эту мнительность, ибо она удаляет от тебя Божью благодать и разрушает благоговение Духа. Не отлагай святого приобщения за маловажным неким смущением или тягостью, но иди немедленно исповедуй грехи твои и отпусти от доброго сердца все оскорбления от других тебе нанесенные. Если же ты кого-либо оскорбил, то проси смиренно прощения, и Бог тебе благоволит простить. Что пользы медлить исповедью или отлагать святое приобщение? Очисти себя, сколько можно скорее, извергни яд, поспеши принять врачерство, и тебе будет лучше. Если ныне отложишь для сего, то завтра, может быть, должен будешь отложить для другого и важнейшего, и таким образом таинство это надолго от тебя удалится, а ты более и более будешь к нему неспособен. Сколь можешь, поспеши свергнуть в себя настоящую твою леность и тяготу, ибо нет никакой пользы столь долго заботиться, ходить в смущении и за ежедневными препятствиями отлучать себя от божественных тайн. Напротив, отлагательство такое весьма вредно и обыкновенно повергает душу в бесчувственное некое оцепенение. Увы, есть люди столь холодные и нерадивые, что медлят исповеди и святым приобщением для того только, чтобы после не быть обязанными строже надзирать за собою. Увы, сколь мало любви, сколь слабое благоговение имеют люди, отлагающие столь легкомысленно святое приобщение. Как счастлив и Богу приятен тот, кто так живет и в такой чистоте хранит свою совесть, что даже и каждый день желал бы и готовый был приобщаться, если бы сему было ему дозволено и не обратило бы на него излишнее внимание. Между тем, кто воздерживается от причастия по чувству смирения или другой ради законной вины, тот заслуживает похвалу за благоговение. Но если препятствие состоит только в некоторой лености, то должен возбудить себя по возможности, и Бог поможет доброму желанию и намерению, ибо на это Он наиболее взирает. Кто будет иметь добрую волю и благочестивое намерение к приобщению, тот не лишится плода этого таинства, хотя бы и было от оного воспящен каким-либо законным препятствием. Ибо всякий благочестивый может каждый день и каждый час к духовному Христову причастию приступать душеспасительно и без малейшего воспрещения. И между тем, однако же, в известные дни и в определенное время должен с любовью и благоговением воспринимать тело своего Искупителя и в действительном совершении сего таинства ища всем приобщении более славы Божией, нежели своего утешения. Ибо таинственно Он столько крат приобщается и невидимо обновляется, сколько крат с благоговением мысленно взирает на таинство во человечине и страдания Христова. И сколько крат любовью к Нему воспламеняется. Кто приуготовляет себя к святому причащению только тогда, когда день для этого установлено наступает или обычай заставляет, тот по большей части будет не готов. Блажен, кто себя Господу в жертву приносит всякий раз, когда он совершает тайны или он им приобщается. Впрочем, служение не будь не слишком продолжителен, не скоро спешен, но соображайся общему обычаю и тех, с коими живешь. Не должно наносить другим досады и скуки, но сохранять общий путь, предками установленной и служить более для пользы других, нежели угождать собственной своей ревности. Глава 11 о том, что тело Христово и Священное Писание суть необходимы верующей душе. Глава 11 о сладчайший Господи Иисусе! Калика и усложнение для благоговейной души беседовать с тобой за трапезой твоей, где ты сам, единственной ее возлюбленной, и выше всех желаний сердца ее вожделенной, в пищу ей предлагаешься. И мне сладостно было бы в твоем присутствии из глубины сердца проливать слезы и ими с Марией и Магдалиной омывать твои ноги. Но где мне такое усердие? Где святых слез обильное излияние? Поистине, в присутствии твоем и твоих святых ангелов все сердце мое должно было бы пламенеть и от радости проливать слезы. Ибо в священном твоем таинстве ты действительно присутствуешь, хотя покровен иным видом. Узреть тебя в собственном божественном твоем сиянии не стерпели бы мои очи. Весь мир не устоял бы, если бы ты явился в блеске твоей славы и величия. Для этого, снисходя моей немощи, ты скрываешь себя в этом таинстве. В нем я имею того и поклоняюсь поистине тому же самому, которому и ангелы поклоняются на небесах. Но я поклоняюсь еще верою, а не видением и без покрывала. Я должен быть доволен светом истинной веры, пребывая в ней, доколе настанет день вечного сияния и прейдут тени прообразований. Когда же придет совершенное, тогда пристанет употребление таинств. Ибо души, блаженные в небесной славе, не имеют нужды в таинственном ворочевании. Наслаждаясь всегда Божьим присутствием, созерцая славу Его лицом к лицу и преображаясь из сияния в сияние бесконечной бездны Божества, вкушают слово, бывшее плотью, как же оно было в начале, от начала и вовеки пребывает. Помышляя об этих дивных наслаждениях, я с горостью взираю даже на самое и духовное утешение. Ибо доколе не узрю Господа моего явно во славе Его все, что вижу и слышу в мире, считая за ничто. Ты сам, Божий, мне свидетель, что ничто не может меня утешить, не успокоить, кроме Тебя, которого желаю созерцать вечно. Но это невозможно, доколе пребываю я в этой смертности. Для этого должно приучать себя к великому терпению и во всех желаниях моих Тебе покоряться. Ибо и святые Твои, Господи, во царстве Твоем, с Тобой ныне блаженствующие, когда здесь пребывали, в вере и великом терпении и пришествия славы Твоей ожидали. Чему они верили, тому и я верю. Чего они надеялись, того и я надеюсь. Куда они достигли, туда и я благодатью Твоей достигнуть уповаю. Между тем буду ходить верою, утверждайся примерами святых. Утешением и зеркалом жизни будут в мне священные книги, где выше всего особенным врачевством и покровом будет мне святейшее Твое тело. Две вещи нахожу я здесь для себя необходимыми, без них самая жизнь была бы для меня несносна. В темнице тела сего мне заточенному нужна пища и свет. Ты дарал мне убогому святое тело Твое в подкрепление души и тела и поставил светильника ногам моим слово Твое. Без этих двух я не мог бы жить истинной жизнью. Слово Твое есть свет душе моей и тело Твое есть хлеб жизни. Можно именовать то и другое двумя трапезами в Святой Церкви постановленными. Одна трапеза есть Святого Алтаря, на ней же Святой Хлеб, то есть драгоценное тело Христово. На другой Божественный Закон, содержащий Святое Учение, научающий правой веры и благонадежно даже до внутренней завесы, где Святая Святых приводящий. Благодарение Тебе, Иисусе! Свет Вечного Света за трапезу Священного Учения, которое преподал Ты нам посредством служителей Твоих пророков, апостолов и других учителей. Благодарение Тебе, Создателю и Искупителю Человека, благоволившему во знаменовании любви Твоей всему миру уготовить великую вечерю, на коей, не прообразовательного агнца, но Твое Святейшее Тело и Кровь предложил Его снеденье, услаждая всех верных Твоих священным пиршеством и успокаивая их чашей спасения. В ней содержатся все сладости райские. На этой вечере возбежат святые ангелы вместе с нами, но с большим наслаждением. О, сколь велико и важно звание священника, в котором дано Господа величество священными словами освящать, глаголами благословлять, руками держать, устами своими принимать и другим преподавать. О, сколь беспорочны должны быть те руки, сколь чисты те уста, сколь свято тело и сколь целомудренно должно быть то сердце, в которое столько раз ходит сам Творец чистоты. Из уст священника, который столь часто воспринимает таинство Христово, ничто не должно исходить, кроме святого, честного, душеполезного. Очи Его, привыкшие взирать на тело Христово, должны быть чисты и целомудренны. Руки, которыми Он прикасается Творцу неба и земли, должны быть непорочны. Священникам особенно заповедано в законе «Будьте святы, так же, как и Господь Бог ваш свят». Да поможет нам всемогущая благодать Твоя, Господи, восприятая нами священническое звание, проходить достойно, благоговейно, со всей чистотой и доброй совестью. И если не можем сохранять себя в такой непорочности, как бы надлежало, даруй нам, по крайней мере, достодожно оплакивать наши преступления, и на будущее время полагать твердое намерение служить Тебе в духе смирения с большим усердием. Глава двенадцатая о том, что должно к приобщению готовиться с великим прилежанием глаз возлюбленного. Я любитель чистоты и податель всякой святости. Я ищу сердца чистого и в нем обретаю покой мой. Уготовь мне вечеру великую. Убранную и сотворю у Тебя Пасху с учениками моими. Если хочешь, чтобы я к Тебе пришел и у Тебя пребывал, вынеси все хвостное и очисти жилище от Твоего сердца. Истреби из него всемирские помышления, укроти весь шум пороков. Прибудь уединен, как птица, особящаяся на кровле и размышляй с горестью о страстях Твоих. Любишь обыкновенно приуготовлять для возлюбленного свое самое лучшее и изящнейшее место, ибо этим означается усердие его к возлюбленному. Зная, однако же, что собственным Твоим действием и заслугою ты не можешь достойно приуготовиться к этому таинству, хотя бы ты целый год употребил на это, ничем другим не занимаясь. По единому снисхождению моему и благодати удостаиваю я, чтобы ты приступил к моей вечере, подобно как бы богатый приглашал к своему столу нищего, который ничем не мог бы ему возблагодарить, кроме смирения и преданности. Приуготовляйся, однако же, сколько можешь и с крайним прилежанием, не по обычаю, не по нужде, но со страхом, с благоговением и любовью воспринимая тело возлюбленного Господа Бога Твоего, который в благости своей к тебе приходит. «Я призвал, я этому быть повелел, я восполню, чего тебе не достает, прийди и восприими меня. Если ощущаешь ты в себе благодать благоговения, благодари Бога Твоего, ибо не по достоинству Твоему ты ее получил, но по моему милосердию. Если ее не имеешь и напротив чувствуешь себя холодным, настоя в молитве, стяни, стучи, не переставай, доколе не спадет к тебе, хотя одна крупица или одна капля спасительной моей благодати. Ты во мне нужду имеешь, не я в тебе. Не ты меня осветить приходишь, но я прихожу осветить и усовершить тебя. Ты приходишь до мной и осветишься и мне соединишься, да получишь новую благодать и вновь к исправлению укрепишься. Не пренебрегай этой благодатью, но приуготовь сердце твое со всем прилежанием и введи к себе твоего возлюбленного. Должно приуготовляться к благоговению не только перед приобщением, но и после оного сохранять себя в оном тщательно. Не менее должно блести себя после, как и прежде, ибо это блюдение есть наилучшее приуготовление к большей благодати. Оттого-то некоторые бывают худо приуготовлены к приобщению, что после того скоро погружаются во внешнее утешение. Береги себя от многоглаголания, пребывай в уединении и насладись Господу твоему, ибо ты имеешь того, кого весь мир отнять у тебя не может. Мне ты должен предать всего себя, чтобы впредь уже не в тебе, но во мне ты жил без всякой заботы. Глава 13 о том, что душа благоговейная должна от всего сердца желать соединения со Христом в таинстве приобщения. Глаз ученика. Кто даст мне, Господи, обрести тебя наедине? Да открой тебе все мое сердце и да наслаждусь тобой, как душа моя желает. Да никто меня не зазирает, да никакая тварь меня не занимает и не имеет ко мне никакого отношения. Кто даст мне, да ты ко мне и я к тебе беседуем наедине так, как возлюбленный с возлюбленным и друг со другом обыкновенно беседует. А всем молю и сего желаю, да весь соединился с тобой и отторвну сердце мое от всего сотворенного через святое приобщение и частое совершение твоих тайн навыкну более и более небесное и вечное мудрство в эти. О, Господи Боже, когда буду я с тобой весь соединен, к тебе поглощен и себя самого совершенна. Ты во мне и я в тебе и так воединственном взаимно пребывать благоволи. Ты поистине мой возлюбленный избранных тысячах, в коем жить мне все дни жизни моего избрала душа моя. Ты поистине мое успокоение, в тебе верховный мир истинная отрада, вне же тебя труд и болезнь и бесконечное бедствие. Ты поистине Бог сокровенный и совет твой не с нечестивыми, но глагол твой смиренными и простыми. О, коль сладостен Господи дух твой, дабы показать нежность твою ценам человеческим, ты достаешь питать их сладчайшим хлебом с небес сходящим. Поистине, какой язык так великий, которому Бог приближался, народ великий, как Господь Бог наш ко всем своим верным, для ежедневного их утешения и для возвышения сердец их на небо, ты самого себя даруешь им вкушать и тобой наслаждаться. Какой есть другой народ столь знаменитый, как род христианский, или какое творение в Поднебесной есть столь Богу любезно, как душа благоговейная, в которую Он сам входит, да напитает ее препрославленным своим телом. О, благодать неизреченная, о, чудесное благоволение, о, любовь неизмеримая, дивно к человеку изливаемая. Но что воздам Господу за благодать эту, за эту любовь столь отличную, ничего не могу принести Ему приятнейшего, как все сердце мое посвятить Ему и соединить с Ним совершенно. Тогда возрадуется вся внутренность моя, когда душа моя соединится с Богом. Тогда Он скажет мне, если ты хочешь быть со мною, я хочу быть с Тобою, а я буду отвечать Ему, благоволи, Господи, прибыть со мною, я охотно желаю быть с Тобою. Все желание мое в том, чтобы сердце мое было соединено с Тобою. Глава 14. О великой ревности некоторых благоговейных душ к приобщению тела Христова. Голос Твоей Господи, которую скрыл Ты для боящихся Тебя, вспоминая о той великой ревности и благоговении, с какими некоторые благочестивые люди приступают к Таинству Твоему Господи, я часто сам себе смущаюсь и стыжусь, что к алтарю Твоему и трапезе святого приобщения приступают столь холодные и небрежные, что пребывают в такой сухости и бесчисте сердца, что не совсем воспоменяюсь перед Тобою, Богом моим, что не чувствую того сильного влечения любви, каким исполнены были многие люди благочестивые, были движены безмерным желанием приобщения и побуждаем чувствованиями любящего сердца, они не могли воздержать себя от слез, но устами сердечными вместе и телесными к Тебе, Боже, источнику живому с жаждой глубины души устремлялись, находя, что они не могут иначе утолить свой голод, как восприятием Твоего тела со всей сладости и духовной алжбою. О, истинная пламенеющая вера, достоверный опыт священного Твоего в них присутствия, ибо те на самом опыте познают Господа Своего в преломлении хлеба, которых сердца горят в них, когда Иисус с ними путешествует. Часто далек от меня бывает этот огонь, это благоговение, это ревность, это сильная любовь. Будь милостив ко мне все благие, сладчайшие, благодатные Иисусе, дозволь бедному Твоему нищему, хотя иногда, хотя несколько чувств сердечной любви Твоей в святом приобщении, да тем вера моя укрепится, надежда в благость Твою усилится, и любовь, хотя однократно, но совершенно возжженная и сладость небесной манны познавшая, никогда более не угаснет. Милосердие Твое может даже и ту благодать, которую я желаю мне даровать, и когда день благоволения Твое приедет, посетит меня в духе пламенеющей любви, ибо хотя и не имея такого сильного желания, которым распаляются Твои особенные угодники, но по милости Твоей по крайней мере я иметь его желаю и молю, и прошу сопричистить меня ко всем пламенно Тебя любящим, и присоединить к святому их сообществу. Глава пятнадцатая о том, что дар благогровения приобретается смирением и самоотвержением глаз возлюбленного. Ты должен дар благоговения настоятельно искать, с усердием и спрашивать, терпеливо и с упованием ожидать, с благодарностью принимать, смиренно сохранять, прилежно с ним трудиться, и, впрочем, доколе благодать эта придет, Богу предоставить время и образ Вышнего посещения. Особенно же ты должен смиряться, когда мало или совсем не чувствуешь в себе благоговения, но не должен слишком сетовать и безмерно печалиться. Часто Бог в одном мгновении дарует то, в чем отказывал долгое время, дарует часто при конце, что отлагал при начале молитвы. Если бы благодать скоро была даруема и всегда пожелание не сходило, то для немощи человеческой она была бы неудобно сима. Для сего-то и должно ожидать ее в доброй надежде и смиренном терпения. Вменяя однако же тебе самому и грехам твоим, когда она не даруется или тайно отъемлется. Часто нечто маловажное ее обращает вспять или затмевает, если только можно назвать маловажным, что столько блага лишает. Если ты это нечто важное или неважное от себя удалишь или совершенно преодолеешь, тогда и исполнится сего просил. Ибо как скоро ты всего самого себя от сердца Богу предашь, и не будешь искать ни того, ни другого по твоему избранию или хотению, но во всем на него совершенно положишься, ты тотчас почувствуешь себя в успокоении и соединении, ибо ничто тебе не будет столько приятно, как то, что Богу благоугодно. И потому всякий, кто намерение свое сердечной простотой будет возносить к Богу и упразднить себя от всякой беспорядочной привязанности или отвращения, тот соделает себя способным к восприятию благодати и даром благоговения, ибо не посылает Бог благословение свое там, где находит праздные сосуды незанятые. И чем кто свободнее от твари, тем более самому себе презрением к себе умирает, тем благодать скорее приходит, обильнее изливается, и свободное сердце тем выше возносит. Тогда узрит и возрадуется, и убоится, и ужаснется сердцем, ибо рука Господня будет с ним, и сам он положит себя совершенно в руку его даже до века. Так благословится человек, ищущий Бога от всего сердца своего и не напрасно приявший душу свою. Сей приемлем святое причастие удостаивается великой благодати божественного соединения, потому что не взирает он присем на дары и утешения, и ему неспосылаемое, но воспаляет выше всего к единой славе Божьей. Глава 16 о том, что нужны нужды наши, мы должны открывать Христу и не спрашивать его благодати. Глаз ученика «О сладчайший и возлюбленнейший Господи, которого восприять ныне благоговейно желаю, ты знаешь немощь мою и нужду, тебе известно в каком зле и пороках я лежу, сколь часто бывая отягощаем, искушаем, смущаем, прихожу к тебе, чтобы получить помощь, молюсь тебе, чтобы получить утешение и облегчение, взываю к тому, кто все знает, кому открыта вся внутренность моя, и кто один совершенно может мне помочь и меня утешить, ты знаешь, чего мне наиболее не достает и сколь беден я в добродетелях, все предстают тебе нищ и наг, прося благодати и умоляя твое милосердие, напитай лавшищего твоего нищего, согрей холодного огнем любви твоей, освети слепоту мою светом твоего присутствия, да будет для меня все земное горько, все тяжкое и противное с терпением удобно носимо, все нищие и сотворенное презрительно и забвенно, воздвигни сердце мое к тебе на небо и не попускай мне блуждать на земле, отныне ты один навеки, да будешь моим услаждением, ибо ты один пищей питье мое, любовь моя, радость моя, наслаждение мое, все мое благо, о, когда бы присутствием твоим совершенно было меня вожжег, ты искоренил и себя превратил, дабы благодатью внутренне с тобой соединен и пламенем любви расплавлен, садился я един с тобою дух, не попусти мне возвратиться от тебя тощим и алчным, но устрои со мною по твоему милосердию, как устроил ты столь часто устроял и чудесно с твоими святыми, что дивно, если я весь от тебя воспламенюсь и в самом себе исчезну, когда ты огонь, всегда пылающий и никогда не угасающий, ты любовь, сердца очищающая и разум освещающая, глава 17 о пламенной любви и сильном желании к восприятию Христа глаз ученика с величайшим благоговением, с пламенной любовью, со всей ревностью и усердием сердца желаю тебя, Господи, восприять, как желали всего многие святые и благоговейные мужи, тебе наипадшей жизни и их благоугодившие и сильнейшим усердием к тебе пламеневшие о Боже мой любовь вечная все мое благо счастье нескончаемое желаю восприять тебя с наисильнейшим усердием и с достойнейшим благоговением какой только кто-нибудь из святых когда-либо имел и чувствовать мог и хотя недостойнее иметь все эти чувства благоговения но приношу тебе все усердие моего сердца так как бы все пламенные и благодарные желания я один имел все что только может мысль благочестием исполненной понять и пожелать я все то приношу и передаю тебе с величайшим благоговением и сердечной ревностью не оставляя себе ничего себя и все мое от искреннейшего произволения и с удовольствием тебе посвящаю господи боже мой творец мой искупитель мой желаю восприять тебя ныне с таковым усердием благоговением хвалой и честью с таковым благодарением достоинством и любовью с такой верой надеждой целомудрием с каковыми тебя желала и восприяла святейшая матерь твоя припрославленная дева Мария когда ангелу благовестующему ей тайну воплощения смиренно и благоговейно ответствовала все раба господня да будет мне по слову твоему подобно тому как блаженный притеча твой величайший святых ян креститель еще был в ложе снах матерних взыграв радости святого духа почувствов твое присутствие и после во время твоего между людьми обращения с великим смирением и благозавейным усердием говорил друг жениха стоит и слышит его радостью радуется голосу жениха подробно 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 подобно и я желаю воспомяниться святым усердием и от всего сердца моего тебе посвятить себя всего ради приношу тебе всех благоговейных сердец радости пламенеющие усердия мысленные восторги превыспреннее ума освящения небесное видение со всеми добродетелями и хвалами коими прославляют тебя и будут прославлять все твари на небесах и на земле я приношу тебе все это как за себя так и за всех которые поручили себя моим молитвам да будешь от всех славим и восхваляем вовеки прими приношение мои господи боже мой прими желание хвалить и благословлять тебя бесконечно и беспредельно так как достойно есть твоего неизреченного величия я приношу и желаю приносить тебе эти хвалы и благодарения каждый день и каждое мгновение во все дни и да приносят их тебе со мною все небесные духи и все твои верные о том их всех и прошу и молением умоляю да хвалят тебя все народы племена и языки и да величают все твое святое и медоточивое имя с великой радостью пламенным благоговением все те которые высочайше от ее таинства благочестиво совершают и с полной верой воспринимают да обрящут благодать твою милосердие и доходотайствуют усердно за меня грешного и когда они удостоятся получить желаемое благоговение и будут наслаждаться соединением когда возвратятся от священной небесной трапезы утешены и дивно укреплены тогда о мне бедном да благоволят вспомнить глава восемнадцатая о том что человеку не должно иметь пытливости о таинстве приобщения но смиренно подражать Христу покоряя чувство свое святой вере глаз возлюбленного тебе должно остерегаться от пытливого и бесполезного исследования всего глубочайшего таинства если ты не хочешь погрязнуть во глубине сомнений кто хочет испытать величие Божие тот подавлен будет его славою Бог более может произвесть нежели человеку разуметь дозволено только одно благочестивое и смиренное испытание истины всегда готовое поучаться и обращающиеся в здравых наставлениях отцов блаженна простота трудные пути испытания оставляющие твердые прямоходящие в стези заповедей Божиих многие потеряли богобоязнь и желая испытать превыспреннее вера от тебя требуется и беспорочная жизнь а не высота разума и не глубокое познание таинств Божиих если не разумеешь и не понимаешь что под тобой то как поймешь что превыше тебя покорись богу и смири чувство твое перед верой и даст тебе свет познания поскольку будет полезно и нужно есть люди которые испытывают тяжкие искушения в вере их того ими обладает. Верный же и благочестивых различными образами искушает и мучает. Приступай же с простою и несомненную веру и благоговением к таинству приобщения. И чего уразуметь не можешь, то припоручи с доверием Богу всемогущему. Не обольщает тебя Бог, обольщается сам, кто слишком себе верит. Бог ходит с простыми, открывает себя смиренным, вразумляет младенцев, отверзает чувства и смысл целомудренным и сокрывает благодать свою от гордых и пытливых. Разум человеческий слаб и может обмануться, а ихина вера обмануться не может. Разум и всякое естественное изыскание должны следовать за верою, а не предварять и не пятиться от нее. Вера и любовь всем святейшим и при высприньем таинстве наиболее заключаются и сокровенным образом действуют. Вечный, неизмеримый и бесконечно всемогущий Бог творит великое и неиспытуемое на небесах и на земле, и неисследимы судивные дела Его. Если бы они человеческим разумом были понимаемы, то не были бы чудны и не именовались бы неизглагованными. Избранные места из разных творений Фомы Кимпийского Глава первая О внутреннем душевном обращении с Иисусом Христом Кто ищет соединение с Богом, кто должен любить сердечное уединение. Оно несравненно полезное и возвышеннее, нежели уединенное уединение телесное. Ибо если ум не будет уединен, то уединение телесное скоро превращается в растение. Это-то уединение сохраняет внутреннего человека в чистоте от пороков и ограждает сердце от искушений. Ибо в этом уединении хотя бы остают разные помыслы, но враг не может столько овладеть умом, чтобы преклонить его к соизволению. В этом уединении среди самой толпы разнообразных впечатлений разум сохраняет единство и пребывает в нем непоколебимо, ища единого на потребу. Кто хранит сие уединение, тот среди самых внешних трудов и упражнений перестает внутренне быть в молитве. Если же и подвергается развлечению, то скоро опять к ней возвращается, ибо слышит внутри себя голос ему вопиющий. Обратись я к твоему сердцу, вот я, прихожу, вот стою при дверях и стучу, открой мне, сестра моя, я возжелал видеть образ твой. Блажена душа, бодрствующая и внемлющая этому глазу, превыше всех временных благ она будет поставлена. Для того-то глаз возлюбленного и призывает ее внутрь себя, чтобы не была она увлечена любовью внешнюю. Кто вещами тленными пленяется, тот внутри развлекается, и тем позже приходит к этому внутреннему уединению, в котором Бог беседует с человеком. В это-то уединение вступили ученики на горе Фаворской, когда после восторга своего никого не увидели, только одного Иисуса. В этом-то уединении вступил Моисей, когда один на горе с Богом, как с другом своим, беседовал, и прибыл сорок дней и ночей без всякого человеческого утешения. Но кто может достойно изъясняться об этом уединении, кроме того, кто сам его испытал в совершенном от мирского шума удаления, сладостнее и благороднее сии внутренние наслаждения дознавать опытом, нежели рассуждать о них по одному умозрению или слышать других рассуждающих. Кто же хочет дознать их опытом, то должен очистить сердце свое от всех мирских желаний, умертвить свои похоти, презирать земные утешения и искать всей радости в едином Боге, и тогда познает он, сколь сладостен есть Господь. Уготовись для встречи Бога твоего, Израиль, ибо вот я гряду и вселюсь посреди тебя, восприятию всего посетителя, и уготов ложи сердца твоего, ибо не только к тебе прийти, но и обитать в тебе, и как бы на ложе покоиться он желает. Блаженна душа, удостаиваемая такого посещения, блаженна могущая в объятиях любви сокровеннейшей внутренности сердца, восприять того, которого мир вместить не может. Чем внешнее чувство более прегражденное и внимание души соединено во внутренность ее, тем дух свободнее и к божественному умозрению способнее. К этому подребна благодать и сила Святого Духа, без коей мы нищи, без коей все усилия наши тщетны. Но когда эта верховная сила приосенит нас, тогда мы парим в превыспреннее. Она одна может просветить и невежду, она одна отверзает разумение и ученого, и без нее все письмена тщетны, и все молитвы недействительны. Кто предан миру, тот не может желать моего пришествия. Но кто презирает все мирские утешения и, убегая рассеяние сердца, собирает себя во внутренность, кто воздыхает о вечном и пренебрегает временное, тот только может говорить «Господи, приди посетить меня, приди желание сердца моего, света чей моих? Ты, надежда моя, отчаяние Израилева, на тебя уповал, да не постыжусь, к тебе воздвигает душу мою». Таковому сердцу, душе, так ежедневно меня ищущей скоро явлюсь, и меня самого дам узреть. Ибо я есть Господь, Бог ее, говоривший в пророках и даже ныне говорящий всем, особенно же верным друзьям моим и из них же особенно тем, которые наиболее восприять меня в себе желают. И ныне я рядом, говорит Господь, время мое исполнилось, неумедлю. Исполни слово мое, удовлетворю моему обещанию, не отложу желание души. Будет, чего она просила, ибо я, говоривший ей, вот предстаю. Всего ради свет пришел в мир, да покажет нам путь к небесам, да воспламенит сердце наше любовью к себе и отторгнет его от всего земного, да подаст нам свет и мудрость и рассеет мрак неведения, да соединит нас с собой, да ученит общниками царствия, чадами благодати и сопричастниками славы вечной. О, сколько я обязан любить тебя! Странно, что мысль моя может когда-либо на одно мгновение тебя оставить и, вкусив сладость твоего присутствия, желать чего-либо другого. Поистине, ты та сокровенная манна, содержащая в себе все роды наслаждений. Твое присутствие исполняет меня радостью, отсутствие слезами, и все это производит любовь. Кто меня к тебе привлек, если не любовь? Кто тебя ко мне с небес не извел и преклонил, если не любовь? О, любовь! Любовь! Сколь ты сладостна, сколь ты сильна! Она-то производит внутрь меня этот оглушающий вопль. Она-то рождает этот всесожигающий пламень, которого ничто укротить и уторить не может, кроме как единый Иисус любовь. О Иисус, младенец, облабызай меня Твоей любовью и прими дар моего смирения. Возри на желание мое и даруй мне святое лапзание уст Твоих, да будет оно мне знамением мира, неразрушимым союзом взаимной любви. Прими, говорит это лапзание, и уразумей тайну, которую никто не разумеет, только принимающий, и никто же принимает, только привыкший ходить в духе. Тогда лапзаю я Тебя, когда вливаю в Тебя дар любить меня. Тогда заключаю Тебя в мои объятия, когда все желания сердца Твоего к себе привлекаю. Но Ты тогда меня лапзаешь, когда пронзенный моей любовью ни в чем другом не находишь усложнения. Тогда целуешь Ты ноги мои, когда из любви, а не из страха, идешь по следам моего смирения. Тогда целуешь мои руки, когда все добрые дела Твои и намерения мне единому присвояешь. Тогда меня объемлешь, когда во внутренности сердца чувствуешь себя со мною соединенным. И столь крепко мне прилепляешься, что быть весь моим хочешь и ничего самому себе не оставляешь. Тогда Ты можешь с невестой в песне песней сказать «Возлюбленный мой мне, а я ему». Я даровал всего себя человеку для того, чтобы человек весь был мой, ибо усложнение мое есть пребывать с сынами человеческими. «Да будут очи Твои всегда обращены ко мне. Гряди ко мне, брат Твой я. Я готов даже умереть за Тебя, что медлишь. Иди, спеши, оставь все постороннее, все Тебя умедляющее. Если оставишь все, то найдешь своего возлюбленного и в нем возрадуешься, и все Тебе будет легко. Но берегись, да не взыдет что-либо в сердце Твое постороннее или соблазнительное, или тщетное, или омрачить его могущее. Между мной и Тобой не должно быть ничего, чтобы могло преградить наше единство. Уменьшить любовь, связать свободу, запятнать чистоту или огласить сердечную тайну. Но кто это возможно, Господи? Тот, кто ничего менее не желает, как самого высочайшего блага — меня. Кто меня одного прежде всего и превыше всего ищет, и в мыслях своих всегда содержит. Кто придирает себя для меня и любит меня единственно для меня. Когда я Твое присутствие, о Иисусе мой, согрешения моими теряю, лишенные Твоей благодати и оставленные собственной моей бедности, о, сколь тяжко тогда я воздыхаю, сколь медленно, сколь горестно текут для меня дни и часы. Знаешь, что никто не может обрести Иисуса, когда Он восхочет от души сокрытия. Но когда Он благоволит, снова явит Себя, вот внезапно предстоит, входит дверями закрытыми и открывает Себе знаменованиями столь верными, что нет нужды вопрошать «Ты кто?» Ибо огонь любви сердца тогда объемлющий, возвещает его в нем присутствие. Но, Господи, почему так меня искушаешь, столь часто, столь внезапно меня оставляя? Когда ты лишишься чувства присутствия Христова, не теряй веры и не беспокойся страхом, не унывай, не переставай молиться, не уклоняйся к земным наслаждениям, но уединяйся, оплакивай самого себя, и ты снова найдешь Иисуса во храме Твоего сердца. С воплем и слезами должно искать Того, Кто сокрылся от Твоей рассеянности. С великим попечением должно хранить присутствие Того, Кто удалился от Тебя по собственному Твоему небрежению. Если же Он когда и умерлит, то настой в молитве и будь уверен, что Он Тебя не оставит. Он посетит Тебя, когда Ты наименее этого ожидаешь, и при этом посещение еще и снея себя откроет, еще более Тебя просветит, нежели прежде. Молитвой и ожиданием веры Ты скоро найдешь Его в Иерусалиме, ибо Он живет в мире. Ты услышишь слово Его во храме Твоего сердца. Он сам научит тебя всему нужному ко спасению. Разными образами открывается Иисус в душе и явственно указует ей происшествие Своей жизни, смерти и славного Его воскресения. Внутрь сердца, без звука слов, с великой ясностью, образом приестественным, Дух Иисусов духовно открывает умам чистым то, что Евангелие о нем изображает нам внешними словами. Ибо Он Сам сие обещал, говоря, «Я, есть дверь, если кто мною войдет, спасется». Кто умер миру и живет во Христе, тот нередко с такой силой и сладости привлекается к Богу, что он не видит или едва чувствует все, что окружает его в мире. Ибо он не в мире, но выше мира с Богом и в Боге. Сам Бог его наставляет, восстановляет и как бы в колеснице огненной приносит. В этом состоянии душа желала бы вся погрузиться в Бога и в нем исчезнуть, дабы насытить ненасытимую свою любовь. Она желала бы, чтобы не оставалось ничего от собственного существа ее, но чтобы все оно принадлежало тому, от кого истекает этот огонь, всей пламени любви ее пожирающей, и чтобы, объятая, она соделалась единым с ним духом. О, если бы и я удостоился вкусить этой сладости, каковую вкушает душа святая и Богу возлюбленная, когда в усыплении ее чувств возносится она в духе, возвышаясь над себя самою, приходит в объятия своего возлюбленного и с ним союзом крепчайшей любви соединяется. О, Боже, сокровище сердца моего! Тебе известно, что этим одним можно утолить сокровенную болезнь души моей. Ты один можешь излить в нее сей елей помазания. Ты научаешь, ты согреваешь, ты утихаешь, укрепляешь, ведешь, приводишь и все устрояешь в душе тобой избранной, как ты хочешь. Когда молчит все чувственное, тогда ты в духе беседуешь к ней о сверхчувственном. Она кажется как бы оставленной от всех тварей, но ты утешаешь ее образом неизглаголанным. Боже, не ты ли наполняешь душу молоком твоей сладости? Иногда даже изводишь ее вне ее самой, дабы могла она понять тебя без всякого телесного изображения. О, истина! О, любовь! Сколь ты сильна! Тогда-то сообщаешь ты ей сокровеннейшее свое слово, показуешь ей древнее и новое в такой степени любви и наслаждения, где кончатся все слова человеческие. Много благ в мире, но они все производят в душе жажду, а не уцаляет ее. К этому потребно одно благо совершеннейшее. И сего-то я ищу. Для сего блага все и из него все. Но что есть все единое благо? Высказать не могу, а чувствую, что его желаю. А ну, ты находишь ее вне ее самой, дабы могла она понять тебя без всякого телесного изображения. О, истина! О, любовь! Сколь ты сильна! Тогда-то сообщаешь ты ей сокровеннейшее свое слово, показуешь ей древнее и новое в такой степени любви и наслаждения, где кончатся все слова человеческие. Много благ в мире, но они все производят в душе жажду, а не уцаляет ее. К этому потребно одно благо совершеннейшее. И сего-то я ищу. Для сего блага все и из него все. Но что есть все единое благо? Высказать не могу, а чувствую, что его желаю. Оно лучше и более всех, но обнять его мыслью я не в силах. И в оно не есть одно из благ, но одно превыше всех благ. Оно есть Бог мой. Ему же прилепляться и в нем пребывать благо. И к нему зову, к нему вопию. Скажи душе моей спасение твое я. И чего же более желать? Не лучше ли прилепляться к нему одному, нежели ко многим? Из единого многия, а не из многих произошло одно. Престань же искать многих. Соединись с единым, прилепись к единому, и в едином состоит все. Но что это есть единое? Все, что ты о нем слышишь, есть только малейшая искра того, что в нем сокровенно. Ты вопрошаешь, что же есть это сокровенное? Не знаешь, что оно есть. Оно есть как бы некая неприступная мгла, которая есть начало и конец, в ней самой сокрывается. Размышляй же чаще о смиренных стопах Иисуса. И берегись слишком скоро в превыспренней возвышаться, чтобы не быть тебе подавленным под бременем этой славы и величия. Кто измерил расстояние неба от земли? Но ты далее еще расстоишь от меня. Кто же соединит меня с тобою? Но ты этого желаешь, и что есть тебе невозможно? Отче, хочу, чтобы все были едины, как и мы едины. Следовательно, может душа благодати соединиться с тобою. А что Бог сочетал, человек того да не дерзает разлучать? Внимли этому, о душа моя, и возноси желание твоей мысли выше всего видимого. О, если б ты могла что-либо узнать о неизреченных радостях святых! О, если бы отец превыспреннего света удостоил тебя осиять им, и преизобилующий своей благодатью очистив тебя и упразднив от всех вещественных форм, погрузил хотя на одно мгновение в бездну своего вечного сияния. Даруй мне, Господи, уразуметь и ощутить блаженство святых твоих не в книгах о всем написанных, но действием святого твоего духа, отверзающего таинство высшее всего, что человеческий разум постигнуть может. Совершенная и чистая любовь Божия в одно мгновение, когда восхочет, может, изгладив во мне всякую мысль временного, возжечь, растопить все существо мое и соединить его с собою. О, когда в этой гористой доле странствование, когда, Боже мой, любовь моя, когда с Тобой соединюся всеми силами души моей, Тобою мне данными и влиянными, да умолкнет перед Тобой все созданное. Ты иди ко мне, скажи, будь мне присущим, освящай меня, Ты, который все во всех и над всеми. Блаженна душа, презревавшая, презреваемая миром, утешаемая Богом, неведомая человеком, содружественная ангелом, посмеваемая сильными, уважаемая бедными, извне как бы умершленная, внутрь всегда живая, во плоти сокрушенная, в духе торжествующая, в теле слабая, в уме твердая, трудом изнуренная, молитвой укрепляемая, плотью в мире, духом в небе Христу сочетанная. Хочешь ли ты иметь в себе друга и сопутника? Ищи Иисуса с пастырями в яслях, или с волхвами в объятиях матери, или с Симеоном и Анною во храме, или с Марфою на поле, или с Марией Магдалиной во гробе, или с апостолами в горнице. Блажен, кто в этих и других святых местах благоговейно ищет Иисуса не телом, но духом и истинною. Блажен, кто на всяком месте во всякое время внутренне ищет Иисуса, и с сильным желанием в яви видеть Его, поревается и ежедневно готовится. Я сказал терпению, ты сестра моя, бедности, ты подруга моя, смирению, ты обладательница и матерь моя. Возлюбленные Господом и благословенные им, будьте всегда мне и всем чадом Его столь же сладостны, сколько и Ему приятны. Кто Христу искренне и благоговейно последует и радости мира этого презирает, тот может собственным опытом дознать, что знаменует этот глаз невесты. Ввел меня царь в винохранилище свои. Когда ты чувствуешь себя внутренне соединенным со Христом, и когда мир этот тебе мерзеет, когда в чтении священных книг ты ощущаешь излияние высшего света или сердечного сотрения, когда в сердце твоем разгорается желание небесного твоего Отечества, откуда, думаешь, приходит тебе все это, как не из винохранилищ Верховного Царя? Когда же ты почувствуешь в себе сильнейшее влечение к невидимым благам, когда мысли твои устремлены ко Господу и в нем как бы соединены, так что, забыв все, ты о нем едином мыслишь? Тогда не чувствуешь ли ты, что в винохранилищах царских душа твоя обретается? Ты часто будешь с Иисусом, если будешь любить уединение, которое блаженный Иероним раем на земле именует. Да коли еще ты не в Отечестве, да будет уединение рай твой. Там ты можешь беседовать с Иисусом, и Он будет отвечать тебе. Приближится свет Его к сердцу твоему, и истинно его явится тебе. Вошедши в солнце, облистают тебя лучи его, и пришедши Христу просветится внутреннее жилище твое. Там осияет в тебя новый свет, и в облистании его вся внутренняя твоя вострепещет от радости. И ты скажешь, Господи, кто подобен тебе? Во свете твоем узрин свет. Господи Боже мой, просвещение мое и спасение мое во свете твоем пойду и о имени твоем возрадуюся. Внимай благодать и свыше тебе данной, и постарайся жить по ее управлению. Не всем так дано жить со Христом, как тебе в уединении и свободе. Да пребудет неотлучно с тобой Дух Иисуса, просвещающий и освещающий всякого человека, приходящего в мир, и ты не будешь иметь нужды ни в каком человеческом сообществе, ни в каком утешении. Когда же Христос на время для собственного блага твоего от тебя и сокроется, терпи, ожидай, молися. Он снова придет, не умедлит, не оставит. Ищи Иисусовых утешений, ищи. Да святое его содружество привлечет тебя в бездну божества, ибо никто же не приходит к Отцу только через меня. Без Христа всякое единение, и есть шумная толпа. С Ним всякое место тихо и покойно. Когда Он с тобой, то чего тебе еще не достает? Он приносит с Собой своим избранным сладостное излияние благодати, внутреннее несказанное утешение. Он открывает им небесные тайны, дарует мир телу и душе, изгоняет пороки и страсти, отъемлет искушения из всей тягости. Но не думай, чтоб такое ощутительное его присутствие было непрерывно. Часто сокрываясь, Он попускает все противное, да очистит твою веру, как золото очищают огнем. И хотя все жестокие минуты тебе кажется, что Он тебя оставил, но тем не менее Он с тобою. И не менее устрояет тогда истинные твои пользы, как и в то время, когда изливает на тебя все свои услаждения. Берегись только, чтобы не оставил Он тебя по собственной вине твоей. Надменность мысли, любовь ко временному, всякая радость и наслаждение тварями омрачает сердце даже и святое. И тогда, в эти минуты, не можешь ты видеть Иисуса со Отцом на небесах, ни с Матерью в яслях. Все таинства Христовы соделаются тебе тогда мрачными. Берегись! Сколько раз ты о Боге помышляешь и перед Ним тайно воздыхаешь, столько раз с Ним в тайне беседуешь и Его молишь. О Боже, исторги, исхити, плененный ум мой от всех мирских желаний, от всех телесных изображений! Да мысль моя Тобою просвещенная тебя самого в себе самой обрящет, ибо Ты создал ее во образ Твой. Обновила мне внутреннего человека и седьмеобразную благодатью Святого Твоего Духа, устрои его по образу Твоему. Изгони из меня и изгладь все, что сей образ Твой омрачит и исказить может. Удостой его оживить Твоей любовью, осветить Твоим разумом и осиять Твоим присутствием. О, сколь тягостно мне бремя плоти! Сколь жесток закон греховный, действующий во членах моих и толкающий меня назад от созертания славы Божией вкушать вечность, наслаждаться высшим сообществом святых! О, посещай, посещай меня, возлюбленный Иисусе, сколь можно чаще, научай все, что придирает Тебя одного искать, и Тебя единственное для самого Тебя любить. Господи, перед Тобой все желания мои и воздыхание мое от Тебя не сокрыто. Вот волнуется кипит сердце мое желание в вечности, все земное становится мне несносно. Нет ни в чем утешения, кроме соединений с Тобою. О, почему Ты оставляешь меня в этом расслаблении? Почему удаляешься от меня в страну далекую, во мглу неприступную? Не отвергни мой возлюбленной души, желающей Тебя видеть. Не скрывайся от нее на долгое время. Прости ей и возвратись, ибо без Тебя жить она не может. Если хочешь искусить меня и наказать, да будет воля Твоя. Но не оставь меня совершенно в этом мраке и печали. Прости руку Твою, и свет милости Твоей снова не спошли. Даруй мне, возлюбленный Иисусе, благодать Духа Твоего. Да все презрев, Тебе единому живу. Будь Ты моею радостью и наслаждением души моей, обитая во мне и я с Тобою, один с единым и никого более. Будь моим учителем, наставником, книгою мудростью. Две вещи весьма много вредят людям в благочестии живущим и препятствуют обильнейшему их освящению. Первое, что они слишком прилепляются ко множеству телесных упражнений. Второе, что они строго испытывают внутренние свои движения и побуждения, и сколь далеко не отстоят в этих побуждениях от соединения с Богом. Ибо тем теснее благочестивые соединяются с Ним и более освящаются, чем содержат себя далее от забот и покечений. Часто признак есть сокрытой гордости, желать большую иметь ревность или иметь откровение. Считай лучше себя недостойным божественных утешений. Это угоднее Богу, нежели испытания таинств небесных. Да коли ты совершенно еще не смирил себя, так чтобы хула и похвала были тебе равнодушны. Да то ли превыспренние познания могут тебе быть вредны. Молись лучше с Давидом, Господи, к тебе прибегох. Научи мне отворить и волю твою. Краткие наставления ко внутренней жизни, ведущие, извлеченные из творений того же автора. Люби быть незнаемым и ни во что вменяемым. Бегай шума светского, люби уединение и молчание. Избери бедность и простоту началом и основанием твоей жизни. Смиряйся во всем и пред всеми. Считай лучшими твоими друзьями и благодетелями тех, кои тебя утесняют и поносят. Трудом и болезнью, воздыханиями и слезами приобретается Царствие Божие. Во всяком деле, прежде всего, испытуй, угодно ли оно Богу или нет, и потом поступай без страха и мирской надежды. Бойся оскорбить Бога даже и в малейшем. Люби всех, служи всем, но не ищи быть любимым и не желай, чтобы тебе служили. Христос забудет твоя жизнь, твое чтение, твое размышление, твоя беседа, единственное твое желание. Кто другого чего-либо ищет, кроме Христа, тот теряет труд и время. Человек есть только то, что он есть перед Богом, ни более, ни менее. Глава 2. О высшем созерцании в духе. Истинный праздник души состоит в посещении ее Господом. Посещение же это не всегда бывает единообразно. Посему и праздники души могут разделиться на малые и большие. Бывают праздники, в которых сладостное упоение внутреннего чувства столь сильное, что слабость человеческого естества перенести его почти не может. Не может никакими знаками, никакими словами изъяснить того, что в всех посещениях душа в себе ощущает. Должно по необходимости сокрывать их молчанием и в молчании благодарить Бога, который и без слов нас разумеет. Молчать должна тогда вся тварь, когда Бог говорит к душе, превыше всякого естественного разумения. И тогда-то она получается наиболее, когда с единым Богом наедине беседует. О истина! Величайший наставник! Сколь быстро и совершенно тот просвещается, кому ты сама себя открываешь. Но когда, в какое время душа совершает это празднество, кто мне изъяснит это? И может ли быть таликая тайна изъяснима? Когда душа в восторге ума, забыть все и себя самую, помнить только единого Бога, когда, освободясь от всякого телесного воображения и созерцая одно вечное, погрузиться в бездну божественного света, когда, освещенная лучами вечного солнца, она поит превыше всего созданного, тогда-то совершает она это великое и таинственное празднество, празднество, принадлежащее более к славе вечного блаженства, нежели к бедственному состоянию настоящей жизни. Взошел Моисей на гору и прибыл там сорок дней и сорок ночей. В этом пребывании на горе и обращении с Богом лицо Моисея столь просветилось, что сыны израильские не могли взирать на него, доколе он не покрыл его покрывалом. Так иногда преобразуется в свет новой жизни те, которые удостаиваются беседовать с Господом в тайном созерцании. В этой беседе они приобретают такую полноту благодати и небесного учения, что без страха и удивления взирать на них невозможно. И чтобы соразмерить себе слабости других, они сокрывают благодать высшего этого посещения и являют не более, как то, что другие вместят и понести могут. При выспренней же по кровам молчания в сердце своем скрывают. Впрочем, никто не может сам собой восходить на эту гору при выспреннего созерцания. Туда возводится благодатью. Когда же кто почувствует ее влечение, тогда должен ей следовать даже до конечного с Богом соединения и там пребывать в совершенном сердце и всех мыслей уединения и покоя. Да коли благоугодно будет Богу, снова неизвесть Его на дела любви и благотворения. Счастлив тот, кого никакая мирская деятельность, никакие заботы плоти не удерживает от этого влечения и возвышения. «Упразднитеся и разумейте, ибо я Бог!» Ни чувствами телесными, ни понятиями от чувств происходящими желаю познать Тебя, о Боже! Но превыше всех умственных познаний, где Ты сияешь, о истина вечная! Благость необъятная, свет непостижимый! Всякое понятие созданной твари превосходящей, всякую проницательность и остроту разума притупляющей, и превыше всех небесных духов сущность Твою втайне хранящей, и при всем Том, каждому из блаженных всех духов Тебя, всего без раздела по вместительности их сообщающей, и всем и каждому из них бесконечную божества Твоего славу и присущественное естества Твоего силы являющей. О, милость и истина! Даруй мне узреть Тебя без всякого телесного образа, без всякого знака или начертания, без всякого созданного света! Дай узреть Тебя, ибо Ты сказал, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят! Высокое обещание, но чистым умам соразмерное! Чем более они от сотворенного света и всех созданных вещей удаляются, тем более превыше себя самих в тайну божественного сияния восхищаются! Даруй мне, Господи, да во свете Твоем узрю свет! Не свет человеческий, не ангельский, но свет вечный, несозданный, необъятный, неизглаголанный, непостижимый, сверхсущественный, неприменяемый! Светильник ногам моим, Слово Твое и свет стезям моим! О, Слово Божие в превыспренних! Слово прежде всего сущее, вся просвещающее, все к совершенству приводящее и ничего не устроенного в тварях не оставляющее! Открой мне, Господи, врата вечного Твоего света! Да, получу я Слово Твое на небесах! На небеси пребывает Слово Твое и в род и род истина Твоя! О, вечное необъятное Слово, которым все стало! Небеса не достигают высоты Твоей, бездны трепещут, глубины судят Твоих, широты Твоей не объемлет земля! Вечное Божие Слово словами не выражается, никаким воображением не постигается, никаким созданным разумом не проницается, но неизреченным и непостижимым пребывает! Верить в Него, любить Его можно, но понять и высказать нельзя, ибо оно есть Сам Бог! Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог! Это Слово многообразно говорит к нам и в Писаниях, через ангелов, через проповедников, через тайные откровения, но несравненно возвышеннее голос Его, когда истина сама собою в ум вливается! Кто может познать это Слово иначе, как через собственный Его глагол? И никто не знает сына только отец, ни отца никто не знает только сын, и кому он благоволит открыть! Приготовь себя, душа моя, уединись! Да молчит все вокруг тебя, и ничто да не возмутит покоя твоего ни извне, ни внутри! Отложи все временное, обратись внутрь себя! Восходи мало-помалу превыше себя! Удали от мысли своей все, что имеет какой-либо образ, какое-либо ограничение, какой-либо степень, сколько бы оно высоким ни казался, и тогда найдешь ты Слово несозданное, всякое понятие твари превосходящее! Ты найдешь его столько, сколько само оно себя тебе откроет! Ты узришь его столько, сколько оно само озарит тебя! Ты возлюбишь его столько, сколько оно само воспламенит тебя своей любовью! Для Слова оставь все! Отца и Мать, то есть презви все, что кровь и плоть тебе внушают, и прилепися единому Слову, да един Дух с ним будешь! В малом или великом, в настоящем или будущем, не желай и не отвергай ничего, как только в единственное угождение вечной истине! Все, что не писано, предано нам единственно для того, чтобы мы познали и возлюбили это Слово! Святые Божьи человеки, сколько им было возможно, многое словами и писанием нам открыли! Но никто не мог высказать и начертать нам Слово так, как оно в себе есть! Все священные слова проистекают из откровения вечного Слова, но через сие внешние слова оно открыло нам только путь самим искать и находить Его! Посему мы не должны остановляться слышанием Слова и внешним наслаждением Его изящества, но должны проходить далее, всегда устремляться ко внутреннему и искать вечного превыше самих себя, и таким образом достигать самого верховного и вечного блага! Оно-то питает ангелов без всякого посредства! Оно дает иногда и на земле верным внутренними откровениями света свободно воспарять к себе, даруя им ощущения, всякий ум и понятия превышающие! Выписки из письма покойного графа Спиранского 28 января 1818 года из Пензы в Санкт-Петербург к АФЛ. Весьма благодарен Вашему превосходительству за письмо от 4 января и за книжку о присутствии Божием. Прекрасный перевод и прекрасное издание! Еще более благодарен Вам за предложение Ваше об издании перевода моего о подражании. Я начал перевод сей еще в 1805 году, переводил по листочку в день среди великих хлопот по утрам вместо молитвы. Из сих листочков составились три первые части. Легко можно представить, что перевод был и не ровен, и не гладок. В Перми окончил я четвертую. При отъезде в Пензу я просил князя Александра Николаевича Голицына, не угодно ли ему будет приказать первые три части в бумагах моих оставшиеся отыскать и сложить вместе с четвертой, напечатав в пользу бедных. Последовало высочайшее соизволение напечатать на счет кабинета. Издание намерен я был поручить одному моему приятелю, статскому советнику Цейеру. Между тем при переписке и при чтении замечены были людьми с ведущими в переводе первых трех частей разной неровности и недостаток единообразия в слоге. Я истребовал сюда, чтобы пересмотреть и исправить. Вместе с тем прислали ко мне и латинское парижское издание 1810 года прекраснейший стереотип, несравненно исправнейший, нежели тот латинский, с коего я переводил. Таким образом работа удвоилась, но я близок уже к концу. Как скоро окончу, то и доставлю все к вам и вместе буду просить князя Александра Николаевича, чтобы деньги на сие назначены и отпущены были в ваше распоряжение. Зато все издание должно поступить по первому моему обещанию в пользу человеколюбивого общества. Я помню перевод подражания в избранной библиотеке и недавно еще имел его в руках. Он весьма неисправен. Последнее издание 1816 года несравненно лучше. Вообще я не желал бы, чтобы подражание слагалось с чем-либо другим. Эта книга классическая и должна идти сама по себе. Присоедините к всему, что маленькие книжки и расходятся скорее, и проникают далее. Дробите насущный нам хлеб. Он скорее до нас дойдет. По мнению моему, и всю сию библиотеку надлежало бы раздробить на малые трактаты, но прежде всего пересмотреть и исправить. Спиранский. Добавление из книги «Христианское учение о нравственности» в изложении Марта Ансена, доктора богословия, епископа Зеландского в Дании. Перевод с последнего авторизованного английского перевода Лопухина. «Христианское учение о личной нравственности» Санкт-Петербург. Издание книга продавца и издателя Тузова, 1790 год. От Санкт-Петербургского комитета духовной цензуры печать дозволяется. Декабря 18-го дня 1889 года. Цензор. Архимандрит Григорий. Вторая часть. Страница 788. ЗАВЕРШЕНИЕ ЦАРСТВО БОЖИЕ. Рассмотренные нами доселе общественные круги, суть те земные формы, посредством которых как весь человеческий род, так и отдельные личности должны быть образуемы и воспитываемы для Царства Божия, чтобы они могли созреть для того святого Царства Любви, которое есть также Царство Праведности, Истины и Красоты. Но эта постальная предчеловечеством цель не может быть достигнута на земле, и земная форма, выдающая себя за Царство Божие, должна наконец лопнуть и разрушиться, как бренная оболочка, когда она исполнит свое временное назначение. Здесь, на земле, Царство Божие, которое должно оказаться вместе с тем и Царством Истины Человечности, всегда остается лишь грядущим. Период, когда оно будет Царством Наступившим, его завершение может начаться только с отменой всего настоящего земного домостроительства, которое из всего вещественной серой времени и пространства есть лишь временное установление. В этом земном домостроительстве Царство Божие должно постоянно бороться с ложным Царством Мира Сего, и плевелы должны расти вместе с пшеницею. Того великого союза народов, который мы называем христианским миром, нельзя рассматривать только как земной тип, тень будущих благ, но та же, как и Вавилон, царство смешения со всей его ложной церковностью, ложной политикой, ложными пророками, выступающими с бессвязной пестротой и противоречивых предсказаний, с этим полным адом на земле, образующимся под влиянием как человеческого эгоизма, так и злых духов, со всей ядовитой и зараженной атмосферой, которой мы дышим, и которая лишь весьма недостаточно улучшается от частых кризисов и очищений воздуха. Всему этому некогда должен быть положен конец. Должен будет наступить последний и окончательный суд, тот кризис, посредством которого только и может совершиться переход к совершенно новому порядку вещей, к новому домостроительству, которое будет согласовано с воззрениями Священного Писания. «Тот, кто есть глава своего царства, сам вновь придется своим царством, как для суда, так и для избавления, как это мы и исповедуем в символе веры, когда говорим о Спасителе, вошедшем на небо и сидящем одесную всемогущего Отца, что оттуда Он опять придет судить живых и мертвых». Этот день Господень, однако же, завершится рядом катастроф и периодов времени, касательно которых Священное Писание не сообщает никаких дальнейших подробностей. К этому вернейшему пророческому слову церковь должна обращаться для разумения знамений времени, для распознания последних времен и последних явлений, не для того, чтобы предаваться мечтательным измышлениям и бесплодной погоне и тщетного любопытства, но чтобы познать, к чему она практически должна приготовляться и с чем ей придется встретиться. Конечно, пророческое слово, касающееся последних времен, для тех, которые стараются истолковать его в подробностях, представляется словом трудным для понимания, так как в нем столь много выражено образно и символически, так как в нем соединены в одной вещи ближайшие и вещи отдаленнейшие, так как в Совете Божьем тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча лет. Но независимо от различных объяснений, подробностей, в которых мы по большей части должны ограничиваться простым соображением, но которые могут становиться яснее для нас, по мере того, как мы подходим ближе и ближе к их исполнению, мы можем назвать тремя решенными пунктами, которые может и должна принимать социальная этика следующие события. Первое. Великое вероотступничество и явление Антихриста. Второе. Совершенное Царство Небесного блаженства и славы. Многое из того, что здесь указано, находило уже отчасти предварительное исполнение, неоднократно повторявшееся с начала Церкви. Но здесь мы имеем в виду последнее и окончательное исполнение. Великое вероотступничество. Антихрист. Параграф 158. В Священном Писании решительно и ясно предсказывается, что прежде чем придет Господь, зло должно будет достигнуть своего высшего проявления на земле. В последние времена должно совершиться великое и широко распространенное отступление от христианства, и противохристианская сила в последние дни проявится и в отдельной личности. Во все времена мира было много антихристов, то есть противников Христа. Но согласно с изречением апостола Павла, 2 Фис. 2.3 и следующее, все антихристианские и сатанинские силы, наконец, сосредоточатся в единичном человеческом существе. В средние века, в течение некоторого времени, видели антихриста в Магомете. Во время реформации его видели в Папе. Каковой взгляд, по-видимому, в наше время получил особое подтверждение со стороны Ватиканского собора, 18 июля 1870 года, когда Пий IX поставил себя в храме Божьем на место Христа и сказал о своих немощных, бренных человеческих словах «Небо и земля прейдут, а слова мои не прейдут». Согласно, однако же, с теми чертами, которые мы находим в Священном Писании, антихрист может быть понимаем только как светский тиран, деспот вроде Антиоха и Пифана, правитель, который основывает гражданское царство, всемирную монархию. Он называется противником, то есть Христа, человеком греха, нечестивцем, беззаконником, так как Он ставит Себя выше всякого закона, как человеческого, так и божественного. Его появление ознаменовывается сатанинскими знамениями и чудесами. Он отрицает, что Христос явился во плоти в 1 Иоанна 4.3, чего не отрицает Папа? Ставит Себя выше всего, что называется Богом или поклонением Богу, и выдает Себя за Бога. 2 Фессонтийсом 2.4 Тогда верующих постигнут великие бедствия. Антихрист основает новую государственную религию с обольстительными заблуждениями, в которые Господь попустит впасть всем тем, кто не приняли любви и истины для своего спасения. Цезаро-папизм худшего свойства, мирскую религию, которая закончится боготворением богоотступника, сделавшего себя Богом. Древность представляет нам примеры подобных явлений в Новуходоносоре, который воздвигал себе истукан для поклонения, в Александре Великом, который требовал, чтобы его считали сыном Зевса, в римских императорах, перед изображением которых возносились курения, и в более новейшее время в Наполеоне I, который хотя и жаловался, что в настоящее время такая вещь, как выдавание себя за сына Зевса невозможно долее, не колебался при известных обстоятельствах называть себя спасителем мира и человеческого рода, и приказывал, чтобы благоговейные выражения, касательные его, внесены были в катехизис. Те, кто считает невозможным предполагать, чтобы такие вещи, о которых мы доселе знаем только в виде предвестий, когда-либо могли сделаться вполне определившейся действительностью, вероятно, никогда не обращали должного внимания на все те антихристианские элементы, которыми чревато наше время. Все, кто обладает хотя некоторой степенью способностей видеть знамение времени в свете Слова Божия, и не упустят из внимания того обстоятельства, как все более и более обнаруживаются те элементы, из которых разовьется ложный пророк, атеистическая и материалистическая системы, из которых первая отрицает Бога и бытие Духа, и вторая основывается на чисто физическом воззрении на бытие, эстетическая литература, которая своей поэзией, своими повестями и романами распространяет Евангелие плоти среди народных масс, и подрывает всякие нравственные понятия, ежедневная пресса и журнализм, которые часто оказываются прелюдией к тому, что предсказывается пророческим словом. Откровение 16.13. Именно, что из уст дракона и из уст ложного пророка выйдут три нечистых духа вроде жаб, тех тварей болота, топи и грязи, кваканье которых бессильное само по себе, тем не менее производит звук, раздающийся на большое пространство и слышимый повсюду кругом, и которое повторяет то же самое изо дня в день, поэтому вполне способны своим красноречием обольщать людей, каковы они теперь и приводят их как раз в то именно настроение Духа, какое требуется для служения Антихристу. Нельзя также не видеть, что и самое политическое состояние настоящего времени, особенно преобладание тенденцией к изгнанию христианства из общественной жизни, к подрыву всякого авторитета и к разрыву со всяким историческим преданием, представляет много тех именно элементов, из которых может некогда возникнуть Антихрист. Неложная демократия исторических явлений, которые должны предшествовать пришествию Господа, хотя много и дерутся того мнения, что их явления будут именно Красная Республика, как апокалипсический зверь называется Багряным, Откровение 13.3. «Последним явлением будет Цезарепопизм, безусловный деспотизм». Мы можем, однако же, сказать, что то и другое, лишь различные проявления одной и той же потенции. Цезарепопизм в последние дни будет, несомненно, багряным, и революция неизбежно есть необходимое предположение Антихриста. Апостол Павел говорит, что Антихрист не может перейти, пока не будет устранена сила, неопределяемая точнее апостолом, но сила, удерживающая, хорошо известная читателям его времени, силой, которая задерживает наступление Антихриста и на которую он смотрит, как на благодетельную, консервативную и охранительную. Под этой удерживающей силой мы понимаем добрый дух, все еще действующий в человечестве, нравственные силы жизни и, главнее всего, нравственные законные учреждения, которые даже в языческом мире составляют предмет уважения людей, законные власти, исторические учреждения и добрые предания среди народов. Эти единственные вещи, которые содержат в себе силу в противодействии состоянию беззакония, пока все это, имеющее также своих личных представителей и воплотителей, не будет устранено посредством войны и революции и не наступит состояние вещей, в котором, безусловно, не будет никакого авторитета, согласно полным смыслам пророчества, звер не может выйти из моря, и только с наступлением всего этого он захватит скипетр и выступит в качестве всеуправляющей силы. Верующая Церковь во время всей этой бедственности, пока будет существовать антихристово правление, должна находить в себе утешение в обетовании Господа о скором явлении Его для вечного прославления святых. Тут в широчайшем смысле найдет в себе исполнение притча о мудрых и глупых девах Матфея 25. В то время, как Господь отсрочивает свое пришествие, как верующие обуреваются материальными силами гонения и духовных обольщений антихриста, они подвергаются искушению сделать себя духовно немощными и усталыми, загремать и заснуть сида горающими и тухнущими светильниками. Отсюда-то необходимо постоянно иметь масло для своих светильников, чтобы, когда раздастся полуночный крик «Вот жених идет, выходите навстречу Ему!» Нам не оказаться неспособными, но выйти навстречу Ему. Завершение. И тогда-то именно последует второе видимое пришествие, славное возвращение Господа, а с Ним настанет и последний страшный суд, вместе с новыми небесами и новой землей, вечным царством блаженства и славы. Это царство будет иметь в себе силу жизни непристающей. Евреям 7, 16. Тогда-то именно и настанет день, который не будет иметь вечера. Но более подробное рассмотрение общего воскресения, имеющего совершиться при последнем пришествии Христа, первого воскресения, связывающийся с тысячелетним царством и состоянием душ царств и мертвых, скорее еще уже относится к догматике, чем к этике. Ожидание дня Господня. Ожидать дня Господня значит ожидать последнего пришествия или явления Христа для завершения Царства Божия. И с ним связывается также ожидание тех катастроф, событий и периодов, посредством которых Господь в свое время совершит это завершение. Церковь с самого начала была увещеваема иметь этот предмет в виду и бодрствовать, подобно тем рабам, которые ночью ожидают возвращения своего Господина. Из этой же книги, страница 88. Грех. Безнравственность и грех. Нравственная жизнь под законом, подлежавшая нашему рассмотрению доселе, имеет свою противоположность безнравственной жизни под законом. Но как та, так и другая вместе находятся под грехом. Грех не только есть безнравственность, в собственном смысле безнравственность. Внутренняя его сущность есть безрелигиозность, неверие, которое, как показывает опыт, встречается и там, где жизнь в мирском отношении является относительно нравственную. Но даже если мы не можем сказать, что всякий грех в мирской области проявляется как безнравственность, тем не менее мы можем и даже должны сказать, что всякая безнравственность есть грех, потому что они есть, он есть преступление закона Божия, грех есть беззаконие, Иоанн 3,4. Потому что он есть неправедность. Личная ненормальность не просто в отношении человека к себе самому и к другим людям, но особенно в отношении к Богу. И подобно тому, как мы должны сказать, что существует внутренняя связь между нравственностью и религией, так равным образом должны сказать, что она существует также и между безнравственностью и безрелигиозностью. Безрелигиозность или фривольность при последовательном проведении должна непременно принести безнравственность и последовательно проведенная или преобладающая безнравственность должна, как подтверждает бесчисленными примерами опыт, наконец привести к безрелигиозности к вражде по отношению к религии. Безрелигиозность может долго лежать скрытой, может оставаться незаметной под покровом простой безнравственности. И однако же она непременно проявится в конце концов. Но безрелигиозность Она также может скрываться и может оставаться скрытая от человека под формой нравственности. Она лежит скрытая в основе всякого вида законнической нравственности, в которой человек имеет центр своей жизни в себе самом. Но для этой нравственности должен вступить, наконец, пункт времени, когда она поставлена будет перед великой альтернативой, или отказаться от всякой своей собственной праведности и преклониться перед законом благодати, или же вступить в борьбу с Евангелием, через что она тогда приходит к самообману и лжи, как это мы и видим в фарисеях во времена Христа, и с того времени во многих других ее проявлениях. В начале рода человеческого грех возник в религиозной области, и в ней имел свой корень, как восстание против Бога, как неверие и непослушание ясной и выразительной заповеди. В той же самой сфере он должен находить и свое завершение столкновения между верой и неверием. Становится последним великим и решительным столкновением, которое должен выдержать как весь род человеческий, так и всякий отдельный человек. Главные формы греха, против которых должен бороться всякий, стремящийся к праведности, мы уже знаем. Всякий человек, приходящий в этот мир греха и заблуждения, приводится также в тот таинственный лес, который Данте изображает во введении свой ад, где человек стремится вверх, к освещенной солнцем вершине, вершине идеала, но где он встречает трех чудовищ, пятнистую пантеру, образ чувственности, льва, яростного от голода, образ гордости, и прожорливого и схудалого волка, образ походливости, которая никогда не удовлетворяется, сколько бы она ни насыщалась. Против этих чудовищ уже боролись благороднейшие представители языческого мира. Христианство пролило новый свет на эту борьбу, давая нам знать, что существует высшая духовная сила, высший принцип воли, который действует через эти чудовища, обнаруживает в своей основе сатанинские силы и дьявола, как врага Бога и человека, и показывает вместе с тем, что борьба, предстоящая человеку в этом мире, находится в связи с борьбой в высшем мире духов. Хотя в этой борьбе человеку и предлагается высшая помощь, благодать Божия во Христе, однако же, и здесь опять человеку угрожает великая опасность отвержения этой благодати, и поэтому образуется новый вид, совершенно новый круг грехов, неизвестный древнему язычеству. Искушение и страсть Так как здесь предстоит нам задача изобразить развитие греха в отдельной личной человеческой жизни, то мы прежде всего и рассмотрим отдельное греховное действие. Оно совершается человеком, впадающим в искушение, согласно с глубоким назиданием апостола Якова. В искушении никто не говори «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. Бог не искушает человека к греху, хотя Он испытывает человека, чтобы укрепить его в добре. К греху человек искушается своей собственной похотью, что, впрочем, не исключает присутствие и внешнего искусителя. Похоть есть эгоистическое желание под возбуждением влечения. Но действие тут еще не совершается. Человек представляется или побороть похоть, или по собственному избранию своей воли предаться ей. Поэтому и говорит апостол, похоть, зачавшая, рождает грех. Похоть изображается в виде женщины, которая должна зачать для того, чтобы родить. От чего же она может зачать? Мы отвечаем, от воображения. Между похотью, пожеланиями и воображением существует магическое соотношение. Когда пробуждается похоть, то составляется мысленная картина, которая представляется похоть и с сильным возбуждением и приманкой, волшебным очарованием. Будет ли это сладострастная картина или изображение чести, мирского величия, силы и влияния царской короны, лаворового венка, одобрение общественного мнения, или просто образ земного обладания, как это было с царем Ахавом в деле виноградника на Уфея. Или, наконец, фантастический образ гораздо меньших реальностей, но который имеет именно для похоти данного человека наиболее притягательную силу. Образ прежде всего рисуется похоти только в зеркале возможности, но с красками действительности, и действует как очарование, обещая очевидное счастье и наслаждение. Если человек в состоянии прогнать это мысленное изображение, он побеждает искушение, и голос истины опять явно раздается внутри его. Но во многих рассказах об искушении мы видим, что вместо изгнания обольстительного образа он удерживается человеком, человек останавливается перед ним, находит удовольствие в спокойном созерцании его. Пожалуйста, помедли, «Ибо ты так прекрасна!» С тем, однако же, ограничением, что, дескать, нет надобности всецело предаваться ему и воспринимать его в свою волю. Что это тайное наслаждение, это стремление созерцать запрещенный плод есть нечто весьма опасное, это обыкновенно замечается всегда слишком поздно. В следствии такого внутреннего увлечения обольстительным предметом человек все более поддается силе воображения. Похоть приобретает внутреннюю силу и возрастает до степени страсти. Мы обманываем себя мыслью, что все еще обладаем свободой выбора и что можем сделать отступление, пока не увидим, наконец, что в действительности это уже невозможно. В средневековое богослово называли это именно опасное наслаждение, то есть медлительной похотью, медлительно останавливающейся именно на созерцании запрещенного плода. Картины и примеры этого мы уже имеем в истории грехопадения именно в лице Гевы, которая вместо того, чтобы сказать «Искусители, отойди от меня, сатана», продолжала смотреть на дерево, думая, что как было бы приятно вкусить от него похоть плоти. Что оно само по себе прекрасное дерево, похоть отчей, и что оно способно сделать мудрыми, гордость житейская. Все это именно и представлялось ей при виде дерева, обещавшего наслаждение и счастье. Это ее удовольствие, ее похоть в зерцании запрещенного предмета закончилось вследствие этого греховным действием, когда она взяла от плода и ела. В отношении всякого искушения истина то, что в указанном здесь смысле заключается перекулом и нмора, опасность во всяком замедлении, во всякой отсрочке. В искушении всякое данный момент имеет необычайную важность. С каждым моментом страсть возрастает, и многие были бы избавлены от греха, освободились бы от зла, если бы только должным образом воспользовались теми немногими моментами, которые представлялись им для бегства, причем непосредственно следовавшие за те моменты уже исключительно принадлежали страсти. Как существует глубокая связь между долгом и моментом, так она существует также и между страсти и моментом. Иосиф по отношению к жене Патифара сразу же видел, что тут было, поэтому и отнюдь не медлил. Не предавался созерцании и разным компромиссам, а предался бегству, так что искусительница могла удержать только его одежду. Шиллер превосходно изобразил гибельность этой делектации Мороза в другой области, именно в своем Валенштейне. Последний останавливается мыслью над представляющейся ему возможности отложиться от императора, захватить управление в свои собственные руки. Он видит себя в духе могущественным государем, издающим повеления и законы в делах Европы, хотя при этом он, по-видимому, постоянно сохраняет за собой возможность отказаться от этих преступных планов. Он вступает с неприятелем в предварительные переговоры, однако же с молчаливым ограничением, что он может прекратить их по своему усмотрению, пока, наконец, не оказывается настолько запутавшимся в паутине, теперь уже являющиеся более чем паутиной мысли, что он уже не в состоянии сделать отступление и вынуждается к решительному шагу. Даже внешние обстоятельства, судьба и случай вступили в заговор с искусителем и содействовали ему, пока не закончен был грех. Страсти зачинает похоть, когда именно фантастический образ настолько вторгается в нее, что становится оплодотворяющим, вынуждающим и принуждающим мотивом для избирающей и решающей воли. Тогда именно и рождается грех. С внутренним решением уже рождается грех, так как человек тогда уже сделал свой выбор. Тем не менее, грех заканчивается только тогда, когда посредством исполнения он становится действием. И когда закончено греховное действие, оно приносит с собою смерть, то есть внутреннюю и внешнюю бедственность во свидетельство оборстительности греха, который оборстил человека, обещая счастье от того, что привело к столь печальному исходу. Привычка и порог Через повторение человек приобретает навык к греху, и грех тогда становится привычкой, вследствие которой органы души, как и органы тела, изменяются в члены и орудия греха. Но одушевляющий принцип привычки есть страсть, которая теперь уже имеет не острый, а хронический характер, приобретая характер постоянного, правильного течения, так что может быть названа также пожеланием, пожеланием почести, власти, прибыли и прочее. А отношение между страстью и привычкой соответствует отношению между динамикой и механикой, или отношению между душой и телом. Посредством привычки страсть образует в себе свое тело и пользуется как духовными, так и телесными органами для служения греху. И наоборот, когда органы приобретают большой навык в совершении греха, они со своей стороны опять приводят страсть в движение своим неестественным импульсом. Наступает полное взаимодействие между ними. Из сердца, говорит Христос, исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Матфея 15. Затем и апостол говорит так же. Как предавали вы члены ваши врабы нечистоте и беззаконие на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши врабы праведности на дела святые. Римминус 6. Чем он указывает на значение членов как добру, так и ко злу. И тянение привычки и страсти есть порок, в котором человек становится рабом известного отдельного греха. На языке обыденной жизни обыкновенно пороками называют только те грехи, которые бесчестят человека в глазах мира, вроде пьянства, воровства, прелюбодеяния и тому подобное. Равно как и под безукоризненной непорочной жизнью вообще понимают только такую жизнь, которая не обнаруживает никакого пятна на плаще гражданской праведности. Но почему же нельзя назвать пороком и всякий грех, приобретающий такое господство над человеком, что он становится его рабом? Почему нельзя называть пороками гордость, зависть, злобу, соперничество, немилосердие, когда они приобретают такое господство, что человек лишается через них своей свободы? С другой стороны, мы без всякого сомнения можем называть недостатками, упущениями, слабостями, те низшие степени греховности, при совершении которых еще не сокрушена в человеке сила противодействия им. Разветвление греха Между пороками существует взаимная связь и один легко приводит к другому. Три главные направления греха тесно связаны между собой и имеют силу притягательности одно для другого. Они взаимно перевиваются между собой, подобно ветвям одного и того же дерева, эгоизма, и вырастает один из другого. Фауст и Дон Жуан всегда бывают сотоварищами и Арпагон всевозможными способами содействует им в их предприятиях, получая в то же время от обоих их как побуждение, так и наставление. Гордость даже самая интеллектуальная и духовная, недалеко от впадения в чувственность. Если чувственности приходится защищать себя от обвинения со стороны совести, то она старается в гордости своей найти для себя возможность стать выше закона. Алчность родственна им обоим. Алчный человек всецело полагает свое упование вместо живого Бога на богатство неверное. 1 Тимофей 6,17 И, оскрепленный блеском золота, он верит земной мамоне, предается ложному самоуважению, высокомерию, которая подвергалась укору со стороны пророков, всех торговцах Кира, торговля которых с богачами сего мира собирала столь неизмеримое сокровище, что князь Тирский дерзал даже говорить «Я Бог! Восседаю на седалище Божьем сердце морей!» Из Викилия 28,2 С другой стороны скупость и алчность, будучи прикованы к земле, сродны с чувственным наслаждением. Хотя многие из этих слуг мамонные отказывают себе в чувственном наслаждении и ограничиваются обладанием представителям всех земных блат, именно деньгами, но и они добиваются того чувственного наслаждения в безопасности и спокойствии своего земного существования, которое обеспечивается им деньгами. Среди алчатых людей мы находим также немало таких, которые, собрав известный запас в течение многих лет и получив обеспечение, казавшееся им необходимым, затем сочетают служение мамонис, служение чреву, средства и способы к которому им достаются в большем изобилии, чем другим, уподобляясь тому евангельскому богачу, который говорил самому себе, «Душах много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись». Лука 12. Алчность сродна также, что часто упускается из виду с расточительностью, так как обе они основывается на эгоистическом своенравном положении к земной мамоне, обе суть качества, принадлежащие неверному и неправедному домоправителю. Общий элемент атмосферы, в которой все три элемента тенденции греха возрастают и преуспевают, есть иллюзия и ложь. Парагав 34. Каждая из указанных главных направлений греха затем имеет свои внутренние разветвления. гордость неразлучность с презрением к людям, тем не менее она представляется и как желание управлять или властолюбие, так как она хочет наслаждаться своим возвышением над другими, делая презираемых ею рабами своих повелений или своих мнений и воззрений, и хочет получать от них выражение благоговения, с нею связывается зависть или недружелюбие, так как гордость не терпит чего-либо в других и всякое предпочтение другим гордец считает ущербом для своих собственных преимуществ. Если гордость встречает противодействие себе, то она переходит в запарчивое насилие, гнев и ненависть, которые готовы уничтожить личность противника, переходит в мстительность и жестокость. С гордостью связывается также и недоверие, так как гордец заявляет притязание на то, чтобы другие преклонялись перед ним и презирали себя по сравнению с ним. Смотрят они согласие с собой как на своего рода мятеж, и поэтому постоянно зорко следит за тем, не возникает ли где тайного заговора, что и составляет выдающуюся черту в тиранах. По отношению к религии гордость является как противоположность истине, так как гордец не хочется подчиняться и служить. Самовозвышение и самопоклонение здесь постепенно переходит в издевательство, презрительность и ненависть ко всему святому. Но особенно нужно указать на то, что от гордости происходит ложь, так как творение, желающее занять независимое положение по отношению к Богу, должно составить ложный образ себя самого, Бога и мира, чтобы поставить его на место истины. Ложь разветвляется по всему миру греха, потому что нет такого греха, в который не входил бы элемент сознательной или несознательной лжи и иллюзии. Сред за ложью в религиозной области мы укажем еще как на сильнейшее выражение лжи в мирской сфере, на лжесвидетельство против ближнего, бесславие его, неверность и обман и измену, притворство и лицемерие. Похоть плоти вместе с объедением и пьянством, с такими излишествами, в которых вакх приводит к Венере, а Венера к вакху, порождает из себя всевозможные виды зла, легкомысленные речи, гнев, ссоры, драки, мщения, убийства. всякому известным со школьницами и как грех Давида против седьмой заповеди, повел его также к преступлению шестой заповеди, именно к умершлению Урия. Плотская похоть сочетается с ненадежностью, изменничеством и неверностью в домоуправлении, с леностью и беспечностью, и беспечностью, которая часто служит условием достижения средств для удовлетворения похоти с всевозможными излишествами, как это видим в лице блудного сына, который истощил свое имение с блудницами. Обычная черта тех, которые предаются плотским похотям и чрезмерному попечению в своем теле, есть изнеженность, которая может развиться до утонченных поисков удовольствия в самых различных направлениях. В известные периоды истории страсть к наслаждению проявляется вместе с роскошью как господствующая тенденция во всех классах общества. Вспомним, например, о падении Римской империи во времена императорского управления, когда удовольствия более и более принимали отвратительный и неестественный характер, так как естественное уже не удовлетворяло больше. Или вспомним о периоде, предшествовавшем Первой Французской революции, или, наконец, о нашем собственном времени, когда в известных кругах общества жажда к деньгам соединяется выражающимся во всех направлениях, составляющим поразительный контраст